Приветствуем, друзья! На библейском портале «Экзогет» ответы на ваши вопросы. Надо ли проявлять веру публично или верить в душе? Конечно, вера — это состояние души. Это убежденность в истинности того, что Бог открыл о себе через пророков и апостолов то, что содержит православная церковь, как учение о Боге. Может ли она быть где-то вне души? Или может ли это быть вера делом только внешних действий, только маски некоторой? Сегодня я демонстрирую вам свою веру. Может быть, мне это выгодно по каким-то житейским расчетам. А завтра я буду действовать в соответствии с другими ценностями, которые вера во что-то другое открывает. Конечно, то, что не содержится в сердце, не является и подлинным сокровищем. Мало того, апостол Павел обличает такое устроение словами, что непременно тот, кто только делает вид, что имеет, непременно потеряет и не приобретет то, что думает иметь. А тот, кто имеет, но не демонстрирует, непременно получит и приращение всякого от Бога дара в связи с верой своей, которая неизбежно проявит себя. И светильник зажженный, светильник верой не размещается под спудом, но непременно будет проявлять себя. Так что стоит исходить из того, что правая вера неизбежно проявляет себя через человека в его добродетелях. Ибо устремленный сердечным расположением к подлинному источнику всех благ, как раз очами веры взирая на него, исповедуя его, отражает в своей жизни совершенство своего Бога, своего идеала того, кому устремлена душа. Напротив, если основные цели жизни сформированы целями прагматичными, земными, утилитарными, как говорят в социологии и философии, то никакая внешняя религиозность не окажет человеку пользы. Господь обличает такое устроение, как фарисейское, и говорит, вы подобны гробам повапленным, побеленным снаружи, а внутри полным костей и всякой нечистоты. Потому понимание о вере как о сокровенном огне в сердце человека, горящем, конечно же, совершенно справедливо. Но прав и апостол Иаков, утверждающий, что вера без дел мертва есть. Поэтому спрашивает он, покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру свою из дел своих. Таким образом, наше соревнование будет, очевидно, не в пользу того, кто, не имея сердечной веры, пытается прикрыться внешними декорациями человека преданного вере. Но при этом и существует такой духовный закон, осознавая себя маловерными, мы молимся вместе с отцом страждущего сына, прощающегося к Господу. Верую, Господи, помоги моему неверию. И следуем совету святоотеческому. Не имеешь веры, делай дела веры искренне, располагай себя к служению, на которое призывает тебя Господь, и даст Господь веру в сердце твое. Что же это за дела веры? Конечно, прежде всего, это молитва. Поэтому понуждающий себя к молитве ко Господу, понуждающий себя к молитве благодарственной, к молитве покаянной, к молитве просительной, таким образом утверждает в вере сердце свое. И как молитва этого несчастного отца, услышанная и исполненная Богом, так и молитва всякого ищущего укрепления в вере будет Господом услышана и вознаграждена утверждением сердца в вере искренней, благонадежной и последовательной. Продолжение следует...